Здравствуйте, учащиеся 5 класса. Мы продолжаем наши видео уроки по физической культуре. Урок номер 9. Тема. Разминка и средства восстановления. Цель урока. Знать и определять навыки и последовательность движений при выполнении простых спортивно-специфических техник. Приступаем к комплексу общеразвивающих упражнений. Здравствуйте. Сегодня я вам покажу общеразвивающие упражнения с мячом. Мяч мы держим ладошкой и пальчиками сбоку. Двух сторон. Поставили ножки вместе. Опустили мячик вниз. На раз. Поднимаем высоко мячик. Прогибаем спину. Раз. Прогнулись. На два. Опускаемся. Делаем спину круглую. Два. И раз. Прогнулись. Опускаемся. Два. Спина круглая. Прогнулись. Раз. Опускаемся. Два. Ноги на ширине плеч. Руки в груди. Мяч держим все так же. Ладошки и пальчики. Пальчики широко. Сбоку. Сбоку. Двух сторон. Локти у нас смотрят вниз. От груди делаем круговые движения. Раз. Тянемся вперед. Два. Три. Четыре. И еще раз. Два. Молодцы. Три. Четыре. Умнички. Следующее упражнение можете оставлять на ширине плеч. Руки поднимаем вверх. Прямые руки. Прижимаем к ушам. Так, чтобы у нас руки и уши стали практически слеплены вместе. Туловище наклоняйте вправо и влево. Раз. Выпрямились. Два. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Два. Молодцы. Здорово. Опять ставим руки в груди. Наклоняемся вперед. Раз. Тянемся вперед. Обратно. Два. Вниз. Три. Обратно. Четыре. Следим за тем, чтобы ноги у нас не сгибались. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Касаемся пола. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение. Берем, держим мяч одной рукой. Поднимаем высоко правую ножку. И передаем мяч под правой ногой. Раз. Опустили. Два. Опустили. Следим, чтобы спина была прямой. Поочередно передаем. Быстрее. И быстрее, 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 быстрее. Спинка прямая у нас. Ножки работают. Как будто мы бежим скорее, 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 скорее. Молодцы. Здорово. Опять положили мяч на ногу. Передаем мяч вокруг себя. Так, чтобы у нас мяч не касался туловища. Из ладони в ладони. Видите, нигде у нас мяч к туловище не прибегает. Из ладони в ладони. И тоже стараемся быстрее делать. И в другую сторону. И в другую сторону тоже самое. Мяч из ладони в ладони не прижимается. Молодцы. Садимся на холл. Зажимаем мяч между ступней. Ножки прямые. Опирайтесь на локти согнутые. Согнутые руки в локтях. Поднимаем ноги вверх. Показываем мяч. Опускаем. Не теряем мяч. Ноги прямые. Не надо очень высоко поднимать. Два. Раз. Молодцы. Два. Раз. Два. И последний раз. Раз. Два. Здорово. Встаем. И последнее упражнение на дыхание. Опускаем мяч вверх. Вниз. Поднимаем руки вверх. Вдох. Опускаем. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. До свидания. В этом уроке я хочу вам рассказать об упражнении, которое отрабатывает точность передачи, которое отрабатывает умение завершить прострел точным замыканием мяча в ворота. Естественно, это упражнение больше направлено на сыгранность игроков, на умение отдать передачу на ход, на умение жестко именно это сделать, так как и должно быть в мини-футболе. То есть в мини-футболе все пасы должны идти очень жестко и точно в ногу. Поэтому игра становится быстрее, и отрабатывать вот эти вот умения можно вот в таких вот простых упражнениях, которые я вам сейчас покажу. Значит, расположение игроков два по краям площадки, второй и четвертый номера. И первый номер, который будет исполнять роль столба, так называемого, с которым отыгрываются в стенку, он стоит немножко ближе вот ко второму номеру вот здесь. Значит, что из себя представляет упражнение? Жесткая передача, все делается в одно касание, по возможности. Но если не получается пока в одно, можно в два касания работать. Значит, передача, возврат. После того, как возврат осуществлен, четвертый номер начинает движение на дальнюю штампу. Здесь второй номер играет в стенку с первым номером. Первый номер ему пасует на ход, и второй номер набегает на мяч, жестко стреляет мяч в дальнюю углу. И вот здесь задача четвертого номера – замкнуть эту передачу. Значит, какие могут быть вариации? Вот здесь вот второй номер после того, как получил пас, может сам пробить ближний угол, поймать вратаря на противодвижении. То есть вратарь не знает, как завершиться комбинация. И вот здесь уже должно включиться ваше мышление, мгновенно оценить ситуацию. То есть запомните одну вещь. Как только первый номер отыграл в стенку мяч в край, вы должны забить гон. Как вы это сделаете? Либо с передачи партнеру, либо сами пробьете в ближний, ну, может быть, в дальний угол. Значит, ни в коем случае в этой комбинации нельзя после вот этого паса возвращать мяч назад. То есть здесь четвертый номер по-любому завершает комбинацию. Лучше в одно касание. Продолжение следует... Принимаем положение лежа на спине. Руки вдоль туловища, ноги прямые. Выполняем похожие движения, как на велосипеде. Крутим педали. Ноги складываем до уровня живота, затем выпрямляем ногу и проводим почти до касания пола. Но не касаемся, оставляем мышцы в нагрузке. Также можно слегка усложнить упражнение и добавить работу корпусом. Скручиваем туловище и тянемся локтями к противоположным коленям. Не крутите педали по короткой амплитуде. Вы едите на высоком седле и работаете в полную амплитуду. Домашнее задание. Ответь на вопрос. Какие группы мышц развивает упражнение велосипед? Выполни упражнение велосипед. Одну минуту. Ответы можешь отправлять своему учителю физической культуры через мобильное приложение WhatsApp, электронную почту или кунделик.